Правозащитник, участник мирной немецкой революции Вернер Шульц, понимает участие в нашей программе. Господин Шульц, здравствуйте. Мы ведь с вами записываем интервью в тот самый день, 9 октября, когда и случилась та самая Ляйпциевская революция. Какие воспоминания у вас о том дне? Это был решающий, переломный день. Наступила революционная ситуация, при которой верхи больше не могли, а низы больше не хотели. Она накалялась чуть ли не ежедневно. Молодежь бежала из ГДР и оккупировала посольства ФРГ в Варшаве, Будапеште и Праге. В поле зрения у немцев была начатая Михаилом Горбачевым перестройка, но в ГДР она просто приняла более серьезные масштабы. Люди здесь больше не могли выносить политическую систему такой, какой она была. Они хотели изменений и реформ, хотели свободы. Поэтому день 9 октября 89-го года был днем перелома. Я по ходу программы пытаюсь понять, как работает второй закон диалектики, когда количество переходит в качество. Объясните, почему тогда, 25 лет назад, у немцев получилось сменить политический строй. Кого-то не получается. Я мог бы ответить на этот вопрос немецким выражением, что долго бродит, превращается в ярость. Вообще-то немцы по своему менталитету скорее терпеливые люди. Они могут долго мириться с какими-то неприятными вещами, приспосабливаться к ним. Генрих Гейна еще в 18 веке сказал примерно следующее. Я клянусь всеми богами, что даже десятая часть того, что вынесли немцы, только в одной Франции привела бы к 36 революциям, и 36 королей потеряли бы свои короны. В Германии люди раскачиваются долго, им необходимо время. Немцы совсем не революционеры, они очень долго привыкают, потом обдумывают. У нас нет повстанческого духа. Впрочем, как и у русских, ведь русские тоже очень терпеливый народ. Должно пройти много времени, прежде чем они стремительно осознают, что больше не хотят жить в таком обществе. И так же было в ГДР. У думающих, а значит и сомневающихся людей, время от времени возникает вопрос, ну после того, как они прошли определенный период времени, а оно того стоило тогда или нет? Глядя на то, как построена жизнь в Европе, вам все нравится? Вы этого хотели? Мы хотели свободу, мы ее получили. Мы хотели верховенства закона, оно у нас есть. Мы хотели единства немецкой нации, мы этого добились. У нас по сравнению с Россией и другими бывшими советскими государствами очень низкий уровень коррупции. Нет такого резкого деления общества на богатых и бедных. У нас, напротив, довольно равные условия жизни для всех. Но за эти 25 лет мы смогли достичь главного. Серый, стоящий на коленях Восток, превратился в цветущую страну с мощной экономикой. Я почему спросил вас о жизни в Европе, потому что значительная часть русскоязычной аудитории не очень хорошо себя представляет. Она, как правило, сводит ее к абсолютной, неограниченной ничем свободе. Ну смотрите, на минувшей неделе в здании Европарламента выступал некто Томас Нойверт, он же Кончита Вурст. И пригласили его, ее туда выступать аж пять фракций Европарламента. Вот эта свобода, именно то, за что вы боролись, вас эта свобода устраивает? Я согласен с вами, это сложно. Это долгий процесс. Я думаю, что в сегодняшней России без каких-то важных перемен невозможно это понять. Да, Западная Европа развивается так, что достоинство человека признается вне зависимости от его вероисповедания, происхождения, расы и сексуальной ориентации. То есть мы принимаем человека таким, какой он есть. Но это не стоит для нас на первом месте. Под толерантностью мы скорее понимаем возможность каждого чувствовать себя в обществе комфортно. Возможность быть счастливым. Это решающее. И, конечно, демократия. Вовлеченность людей в политический процесс. Я думаю, что демократия в России имеет сомнительную репутацию еще с 90-х годов, со времен Ельцина. Это использует сегодня Владимир Путин, чтобы говорить. Смотрите, вы живете в обществе с управляемой демократией и с аутократической системой лучше, чем живут там, в Европе. Он убеждает также, что все, что происходит в Европе, это гадко, что мы извращенцы. Но это неправильно. Нужно просто уметь принимать тот факт, что люди хотят жить по-разному. Вы не считаете, что спустя 25 лет после победы мирной революции в Германии, да и вообще смены формации на большом пространстве Европы, мы возвращаемся неизбежно к противостоянию между Западом и Востоком. Может быть, это нормальное наше состояние? Нет, я в это не верю. У нас сейчас нет никакой вновь начавшейся холодной войны. Нет борьбы идеологий. Нет противостояния блоков и систем. Мы сейчас наблюдаем, что многие страны ориентированы на Европейский Союз и живут как он. Многие хотят в него вступить, например, Украина и Грузия. Наша модель привлекательна. И в отношениях с Россией ЕС многого смог достичь. У нас общая европейская культура, у нас общие базовые ценности. Достоевский, Пушкин. Мы все их читали. Мы во многом сформированы русской культурой, особенно в ГДР. Мы принадлежим друг другу. То удаление России от Европы, которое мы сейчас наблюдаем, инициировано Путиным. Прискорбно, что власть в России досталась бывшему агенту разведки, который отделяет Россию от Европы. Господин Шульц, я вас благодарю. Вернер Шульц, участник мирной революции в Лейпциге, принимал участие в нашей программе. Мы прервемся на пару минут и после рекламы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok